Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео я хочу вам рассказать, насколько же просто быть статистом в World of Tanks. Почему этого люди не понимают, не знаю. Насколько же просто было начать играть в эту игру и уже иметь какой-то результат, не самый плохой. Изначально было у меня сразу 55% побед. Не 48, не 39, не 35, 55. И дальше только шло все в гору. Со временем я понял, как легко быть статистом, что для этого нужно делать и некоторые вещи, которые помогают этому. Поддерживать свою статистику и играть в картошку в принципе с удовольствием. Но об этом позже. Для начала, что нам надо, чтобы быть статистом в картохе? Да все очень просто. Насколько же танкисты не хотят играть нормально и насколько же они твердо и уперто верят, что это очень тяжело и они там пыхтят, жесть. Наверное самое важное, чем никто вообще никогда в жизни из танкистов не пользуется, это работа над своими ошибками. Вообще никто никогда из танкистов и не задумывается. Ошибся он, не ошибся. Может не надо так играть. Может стоит по-другому сыграть, если ты сыграл плохо. Или позицию занял плохую. Или нужно ехать не посреди поля на медленном танке, а вокруг объехать. Вообще никто никогда не задумывается. Это настолько просто не повторять свои ошибки. Если ты ошибся, значит так не надо делать. И над этим никто из танкистов, я думаю, вообще не задумывался. Сколько людей играет в картоху, у них по 50 тысяч боев и они как играли плохо в первую тысячу боев, так они играют и в последнюю 50 тысячу боев точно так же плохо. Как они ехали по полю жопой вперед, как они там просто занимали самые плохие позиции в игре, так они и продолжают это делать. Они даже не пробовали что-нибудь другое. По крайней мере у меня такое впечатление, поиграл в эту игру достаточно много. Вообще танкистам все равно, как можно поиграть в эту игру по-другому, если ты где-то ошибаешься. Настолько безразличное комьюнити к своей игре и к своим ошибкам я не видел вообще ни в одной игре. В картошке же заходишь, что 8 лет назад заходишь, все едут жопой по полю вперед на тяжелом танке. Сейчас заходишь, ничего не изменилось. Такое ощущение, что развития нет вообще никакого. Даже может быть какая-то деградация. Следующее, что помогло, конечно же, в нагибчике и в поддержании скилла. Конечно же, игра World of Tanks это специфическая игра. В ней не сильно решает какой-то там аим, скорость реакции. Это конечно хорошо, но здесь медленное сведение, медленно танчики поворачиваются. Плюс еще есть ВБР, поэтому это все хорошо, но это не очень важно. Если ты нормально, с нормальной скоростью воспринимаешь мир и не тупорылый, то все будет нормально со стрельбой. Также по тактике здесь тоже, все не очень быстро происходит и понять в своей голове, кто куда переезжает и как занять более выгодную позицию, все тоже просто. А вот что не просто и на что потребуется время, это на выкачивание нормальных танков и понимание у себя в голове, что такое плохой танк, что такое нормальный танк. И пока ты выкачиваешь танки, тебе надо, скрипя зубами это говнецо, пройти, дойти до нормального танка и оставлять их у себя в ангаре. Плюс еще выкачивать экипажи, чтобы там было по 3-4 перка хотя бы. Опять же, это тоже никто особо не делает, перки качают как 8 лет назад самые конченые, так и сейчас, хотя одни и те же перки только приносят пользу, ничего не изменилось и половина перков, которые по сути вообще бесполезные. Так и танки, как раньше играли на самых конченых, так и сейчас, редко кто додумывается выкачать нормальные танки и играть на них. Ну и еще одно, что немаловажно, это подготовка себя к бою, настроить игру и подготовить танк правильно к бою. Тоже очень сложно поставить адекватные модули, там же такой большой выбор, полезных модулей в игре очень мало. Досылатель, стабилизатор, сведение, вентиляция и оптика. Все, все остальное вообще бесполезно и не используется почти никогда. Как же сложно выбрать нормальные модули? Как же сложно в игре в настройках выключить траву в прицеле и дым в прицеле тоже выключить, чтобы видно было куда целиться и стрелять. Как же это сложно? Ну и последние две вещи, о чем хотелось бы сказать. Никто не любит играть почему-то в танки аккуратно. Я допустим, когда играю даже на тяжелом танке на Т-10, если вы обратили внимание, в этом бою я всегда свой танк чем-то прикрываю. Он находится в укрытии по отношению к врагу. Плюс я еще не только на этого врага, обращаю внимание, который стоит передо мной, но еще смотрю на карте и представляю, где находятся остальные враги и прикрывают своего союзника. Все это очень просто, поскольку позиций в игре не так уж много и понять откуда тебе может прилететь не так уж сложно. Стоит только подумать своей башкой. Все 8 лет смотрят в монитор в картошку, но почему-то только единицы смотрят и понимают, что там на экране, а остальные хрен его знают, что они понимают. Единственное, что держит на плаву, это терпение. Хорошее настроение и терпение. Поскольку игра заставляет неспешно играть от позиции к позиции. Иногда приходится долго стоять в кустах. Нужно выжидать перед каждым выстрелом, все делать аккуратно. Это нужно терпение, больше даже, наверное, чем какие-нибудь быстрые решения по тактике и скорость реакции. Больше всего нужно терпение в этой игре. Лично на мой взгляд. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока.